Ну что, друзья, я нас поздравляю, пока мы все в ужасе размахивали руками и кричали «Японский городовой, очередной звездец подкрался незаметно», я сейчас кризис имею в виду, шулили там, доиграли кон и под шумок впихнули в Госдуму предложение о наделении президента вечными полномочиями пожизненными, то есть, как вы понимаете, речь идет не о каком-то там абстрактном человеке, который, возможно, появится на горизонте ближе к 2024 году, тогда как раз у Владимира Путина уже последний китайский срок истечет, нет, во имя великого кормчего данная многоходовочка затевалась, а то ведь мало человек нас 20 лет из кризиса в кризис за собой таскает, мы еще хотим, нам мало, Моисеев, он 40 лет, собственный народ на прочность проверял, водил людей туда-сюда по пустыне под палящим солнцем без еды, воды, крыши над головой, а мы что, хуже, что ли, можем повторить, верно? Начинаем! Вообще, еще некоторое время назад я думал, что уже перестал удивляться, но тут, блин, в стране кризис, нефть цене обрушилась на треть, Рынок ценных бумаг просел, рубль грохнулся, кажется, что-то все самое плохое, что могло с Россией случиться, случилось, причем за один день Но представителям власти это вообще неинтересно, они в это время активно обсуждают, как бы так поменять правила игры, пока холопы отвлеклись Да чтоб с максимальной выгодой для себя любимых, и еще раз для тех, кто на бронепоезде, российская экономика катится в пропасть Мы на пороге больших неприятностей, а что в парламенте? Нет, там не антикризисный план набрасывают, там соображают, как бы увековечить трон для вождя Все эти полтора месяца было много встреч со избирателями, и практически везде они говорили о будущем, о том, кто возьмет на себя ответственность за страну Вы можете себе представить, чтобы в 2008 году, когда в США разразился ипотечный кризис, когда обрушился один из крупнейших банков мира, я сейчас Лемон Бразерс имею в виду Вся штатовская верхушка во главе с Бараком Обамой села втихаря к институцию переписывать Ой, да че там подумаешь, посыпалась американская экономика, господи, великую депрессию пережили И в этот раз куда-нибудь кривая американской мечты да вынесет, у нас более важные дела имеются Памятная дата, например, 70-летие окончания войны между Севером и Югом Бараку Ивановичу вон хотим памятник поставить в центре Нью-Йорка, почему? Ну потому что он прикольный Ему на днях какая-то девушка из Миннесоты предложила взять ее в жены Ну если серьезно, я не знаю, как еще можно расценить вот такие действия, вернее абсолютное бездействие Со стороны российских властей в тяжелой для страны ситуации Только как плевок в лицо всем нам не иначе или как предательство Может у вас какие-то варианты есть Прикинь, с твоей мамой или женой или с ребенком что-то случилось, им помощь твоя нужна А ты, да блин, тут фотбик сейчас по телеку начинает со Спартака, с ЦСКА играют Некогда мне, звоните в полицию Граждане объединились, и мы это видим Надо сказать спасибо за это нашим гражданам Они объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны Что все их устраивает Слушайте, нас с завидным постоянством призывают объединяться вокруг каких-то проблем Что никак не закончатся, к слову Мол, вместе мы их преодолеем Пожалуйста, вам Картина маслом Конкретная проблема, она уже случилась Чего же вы с нами-то не объединяетесь? Мы тут всей страной думаем, как жить дальше А вы в это время свои шкурные интересы решаете Ай, молодцы! Или сохранение трона за отдельно взятым человеком Гораздо более важная история Чем будущее 140 миллионов россиян и целой страны Ой, так до меня дошло Выше своих за***цах печетесь, господа депутаты и чиновники Чтобы ваши попки в тепле оставались Чтобы ваши детки по заграницам могли разъезжать и ни в чем там не нуждаться Да вы и на царя-то своего чихать хотели И первыми его сольете, как только хвост прищемят Есть два типа подлецов По принуждению и по призванию Хотя и те, и другие омерзительные Это реальная журналистика Не будьте лохами, вас разводят Поехали! Еще одно доказательство, подтверждающее сказанное мною выше Там же в парламенте в тот же день, во вторник На рассмотрение внесли еще один законопроект Точнее поправку в конституцию Которая позволит досрочно распустить Госдуму седьмого созыва И провести выборы уже будущей осенью А не через полтора года, как должно было произойти Вы, вероятно, не понимаете, да Зачем нужна сия спешка К тому же в данном случае приходится городить такие вот непонятные городки Поправку какую-то вносить Да никуда не будь, а в конституцию А все просто на самом деле Это ведь мы с вами думаем, что спешка важна только в двух случаях При сексе с чужой женой и при поносе Оказывается, людям, задумавшим подлость Спешка тоже хороший помощник Особенно, когда речь идет об узурпации власти Да чтобы оппозиционеров в будущую думу как можно меньше пролезло Я считаю, что было бы честным провести новые выборы Под такие новые наши возможности Если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле То, наверное, надо в стране провести досрочные выборы В Государственную Думу Чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями Врут-то они красиво согласен и даже где-то убедительно Ну да мы отвлеклись от главного, о чем мы, об оппозиции А дело в том, что полгода для нормального выстраивания Грамотной избирательной кампании Слишком маленький разбег Для начала нужно определиться с именами людей Которых оппозиционеры поведут на выборы Ну это как раз не самое сложное Затем найти финансирование Причем, поверьте, не 350 Компании обычно рассчитываются Исходя из цифры в 2-4 доллара на избирателя 100 тысяч голосов нужно Вот 300 тысяч баксов готовь А лучше 500 Кто сегодня может себе позволить найти такие деньги Вот так вот, на раз-два, по щелчку пальца Именно только деятели, паразитирующие за счет госбюджета Как раз единая Россия ЛДПР Да и потом что-то мне подсказывает Что Памфилова не станет особенно скрупулезно изучать бухгалтерию Яровой Или Карелина с Жириновским Разумеется Они ж не Навальный Я вообще-то в советские времена 12 лет отпахал на производстве А вы пока, я не видела, что вы вообще зарабатывали Крутим, что собираете деньги незаконным образом И оболваниваете несчастную молодежь Ну ладно Не будем забывать о том, как у неугодных кандидатов Выбраковываются подписные листы до кучи Этот лист мы не принимаем Почему? Да, потому что я так решила То есть подписей нужно собрать как минимум в два раза больше, чем требуется То есть это еще время Впрочем, он это тоже не панацея Тот режим, который установил Путин Он антинародный Он страшный Если у нас пенсии 6200 Пенсии Люди голодают Ах да, на агитацию оппозиции тоже нужно больше времени Чем всем вместе взятым прихвостням режима У которых в распоряжении админ, ресурс И все пропагандисты страны Или остались еще наивные, которые свято верят Что оппозиционных кандидатов допустят Хотя бы до СМИ в регионах Ребят, не смешите мои тапочки Поскольку телевидение не дают Радио не дают Расскажем, расскажем Тихо Я защитываю Гражданам России Кстати, да У Ельцина в 91-м хотя бы улица оставалась У нынешних кандидатов и улицы не будет вангую Процентов 70 встреч с избирателями Особенно в регионах Объявят несанкционированными митингами Вместо избирателей туда придут космонавты с дубинками Ну и плюс настроения в обществе Не созрели еще наши соотечественники На избирательные участки идти по-прежнему Не доверяют они всему институту Институту выборов в смысле Вот поэтому ребятишки спешат Времени-то на раскачку нет Помним, да На самом деле время работает как раз против них Если голосование проводить как положено в сентябре 21-го Очень я сомневаюсь, что холуев режима в следующем парламенте Наберется хотя бы половина Это с учетом Жириновских, Мироновых, Зюгановых А так пока народ дезинформирован Пока не вырубился, что происходит Можно и на ВВП корону напинтерить Правильным вассалам дворянские титулы раздать Неприкосновенность там и так далее А дальше, а дальше трава не расти Потому что может к 36-му году Уж и страны-то не будет Все, это была реальная журналистика Думайте Ссылка на ютуб страничку сверху В соцсетях тоже жду В друзья добавляйте с темы Предлагайте под ними Мы обсудим А я за всем спешу откланяться Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok